друзья всем привет сегодня мы продолжаем прогулки по городу верхняя пышма и сегодня прогулка состоится по проспекту успенский это главная улица города начну я прогулку с развилок и дойдем мы до самого конца верхней пышмы это а до автотранспорта получается да вот хочу напомнить что данное видео не является каким-то информативным экскурсионным это просто прогулка по городу по улице я не буду давать какие-то какую-то информацию по достопримечательностям или местам то есть мы просто будем идти гулять видеть то что есть на сегодняшний день чего уже нету на сегодняшний день потому что вот сейчас мы начинаем прогулку как раз по трамвайным путям который еще не действует ранее это была улица советская здесь по левую и правую сторону находились частные дома эти дома снесли уже давно и вот уже не один год здесь ведутся работу по строительству трамвайной ветки как раз хотел запечатлеть именно то состояние который сейчас есть предпусковое можно сказать то светка практически готова но она еще не запущена надеюсь в этом году хотя бы концу года что ли запустят но это все на пока надежда вот мы видим правая сторона по правой стороне едут машины по левой еще нет машин машины едут в обход по обогатителей вот есть видео с прогулками по улице красноармейская по улице петрова сейчас проспект успенский потихоньку будем прогуливаться кому интересно подключайтесь смотрите эти прогулки вот ну и под видео я буду тайм-код ставить указывать вернее где нахожусь какое время поэтому если вам сейчас не интересно как еду по трамвайным путям допустим можно переместиться сразу к храму посмотреть комментариях во сколько какое время я буду около храма нажат на это время и вы сразу переместитесь вот погода сегодня очень хорошая солнечная теплая наступила бабье лето вернее но наверное уже заканчивается очень тепло солнечно поэтому я наверное решил сегодня все таки провести эту прогулку очень тихо и спокойно часть города на данный момент это потому что здесь такое движение и потому что здесь все таки снесли все эти дома нету высоко высоток и только частный сектор вот этот дом кстати не снесли не убрали его мне интересно все таки уберут его или нет прогулка у нас займёт чуть больше часа в комментариях можете написать какие бы вы улицы хотели посмотреть все данное видео я всегда говорю будет интересно тем кто когда-то жил в пышме сейчас живет в другом городе а может даже стране потому что были такие комментарии что спасибо за видео мы давно не были в верхнем пышме и видим как она меняется насколько она изменилась вот так же это видео будет интересно тем кто планирует переехать в город смотрят какие-то материалы о городе вот ну и тем кто хочет просто прогуляться я не знаю посмотреть город может поделиться с друзьями даже вообще конечно за последнее время город очень сильно изменился очень много новостроек районы новые выстраиваются много жилищных комплексов прям я бы сказал очень много и они все больше и больше появляются появляются проблемы с парковочными местами как всегда вот поэтому собственно тоже я снимаю видео фотографирую делаю много фотографий для того чтобы был какой-то архив в нашем городе если вам интересно посмотреть старую верхнюю пышму можно зайти мои творческие группы вконтакте в одноклассниках там есть фотоальбомы города верхняя пусма где несколько тысяч фотографий именно той старой верхней пышмы тех старых районов домов которых сейчас уже нету альбом постоянно пополняется как и видеозаписи которые можно посмотреть на канале youtube творческая студия и к тв плейлист верхняя пышма там тоже много материала строительство вот идет трамвайных путей но чаще всего проезжающих никого нету то есть именно вот строительных строительные работы я не вижу как они ведутся практически не видно но тем не менее они они есть что-то меняется что-то дополняется по трамвайным путям летом совсем недавно я на велосипеде проехал от начала до конца сделал фоторепортаж небольшой там прям видно было что были участки совсем еще не готовы здесь они уже другой стадии готовности иду пока думаю по какой стороне идти проспекта потому что улица широкая сама по себе и интересно смотреть и справа и слева хочется захватить максимально поэтому наверное часть улицы я все-таки пройду по левой стороне часть улицы по правой здесь все были дома улицы советская была прям помню какая она покрытие асфальтное было прям ужасно конечно помню как все это сносили есть мне даже видео дома такие поломанные заброшенные без окон и мы потихоньку подходим к храму успения вот она храм стоит на горке очень красиво видно практически со всех сторон вот что то я буду рассказывать все равно но исходя из своих знаний памяти вот если будут какие-то ошибки конечно поправляйте меня и если я что-то забуду тоже можете писать в комментариях какие-то описание напоминалочки бабушки гуляют глядят и а и и Субтитры сделал DimaTorzok Забыл сказать, на развилках, откуда я начал свою прогулку, совсем недавно заложили камень, образно так заложили, в общем была торжественная закладка камня трамвайного депо, то есть на развилках вырубили часть леса и там будет трамвайное депо, то есть там будут ремонтировать трамвай. Там они будут стоять. Трамвай выбрали, как сказать, нашего производства, ну по дизайну очень красивый, красивый на мой взгляд. В общем, как все будет, поживем увидим. Но трамвайный депо почему-то при въезде в Верхний Пашмол интересно, почему все-таки выбрали это место. Ну и когда запустят трамвай, конечно, постараюсь сделать какое-то уже обзорное видео именно трамвайной ветки от начала до конца тоже. Посмотрим, как получится заснять весь маршрут, перехожу на тротуар. Справа и слева здесь все засыпали землей, все так облагородили, можно сказать. То есть, так посмотреть, вот он проспект начинается. И здесь сразу переходим к мосту. Мост, который открылся. Открыли относительно тоже недавно. Я сам помню, присутствовал на открытии. И здесь вот видно, что трамвайная ветка будет проходить вот по этому участку и уходить под мост. Под мост и будет выходить туда на трамвайную уже остановку конечную. Собственно, трамвайная ветка соединяет Екатеринбург с Верхней Пышмой. Насколько это кому удобно, не знаю, но если я буду говорить о себе, то мне, конечно, неудобно. Это трамвайная конечная остановка, она далеко от моего дома, поэтому на трамвае, если я и прокачусь, то это будет один или два раза всего лишь. Только ради того, что прокатиться. Заходим на мост и слева от него мы видим музейный комплекс УГМК. Это музей, который, я думаю, знают уже все, в котором было уже очень много народу. Я сам лично был там уже много-много раз. Очень нравятся мне все музеи. Это автомобильный музей, музей авиации. Недавно открыли в этом году, очень там красиво, необычно. Это музей военной техники, музей под открытым небом, где тоже очень много экспонатов разных. В общем, шикарное место, в котором надо однозначно побывать. Сюда можно приезжать всей семьей и желательно на весь день, потому что много чего здесь можно посмотреть на самом деле. И вот мы видим, здесь идут рельсы и уходят под мост. Там можно увидеть уже частный сектор и ЖК Петровский на улице Петрова. Там вдалеке видно мечеть, тоже на улице Петрова находится. Вот здесь идет строительство дворца Самбо. Сейчас мы подойдем, немножко откроется оно, я вам покажу обязательно. Ну и еще один из главных объектов города, такой долгострой. Это универсальный гастрольный театр. Строительство идет уже не один год, если я не ошибаюсь, с 2014 года. То есть на сегодняшний день уже 7 лет. Ну и перед ним видно здание. Здание называется Кванториум. Вот такой вид с моста получается. Тоже видно такую, ну не большую часть Пашми, но основную. Смотрите, самолет какой красавец, тоже в этом году его поставили. Огромнейший бомбардировщик. И музей авиации Крылья Победы называется. Вот видно дворец Самбо. Дворец Самбо и Единоборст. В процессе строительства. То есть это еще не законченный вариант. Но уже что-то вырисовывается. Напишите в комментариях, кто был в музее, что вам больше всего понравилось. Меня очень впечатлил музей авиации Крылья Победы. Прям очень понравился. Выходили с детьми. Я еще такую подсказку сделаю для многодетных. Каждый четверг. Каждый последний четверг месяца. Вход для многодетных бесплатно. Мы один раз воспользовались этой возможностью. И сходили с детьми. Прошли по всем музеям. Детям очень понравилось. Всем работникам, создателям этих музеев огромная благодарность за такой труд. Ну и здесь видно, начинают появляться новостройки, высотки. Эти желтые, они относительно, как сказать, не такие, как бы не совсем новые. ЖК Селен. ЖК Александровский, если я не ошибаюсь. Там дальше видно ЖК Юность. И вот буквально за ЖК Селен растет новый район. Это ЖК Венеция. Элитные дома, если не ошибаюсь, там будут. Или элитный район, не знаю, как правильно. Обещают, что там будет очень все красиво. Посмотрим. Мы потихоньку подходим к такой, можно сказать, главной части города. Города Верхняя Пешма. Это заводы УГМК. И к всему, что к нему относятся. Парк, ледовая арена, управление. Сейчас все увидим, пока пройдем. Пока у нас на подходе музей военной техники. Еще раз покажу. Крылья Победы. Это музей авиации. Это автомобильный музей. И вот, собственно, мост, по которому мы сейчас шли. И видно храм из Пени Пресвятой Богородицы. Вот такой вид отсюда. Кстати, такое видео еще будет интересно. Посмотреть лет через 10, к примеру, да. Когда уже все поменяется. Когда часть города, опять же, какая-то часть пропадет. А какая-то часть, наоборот, обрастет новыми зданиями, домами. И вот на территории музея видно очень много техники военной. Это и пушки, и танки, вездеходки всякие, поезда. Много-много всего. Можно перечислять и перечислять. Совсем недавно вокруг театра убрали забор. Поставили леса. И вот сейчас идет как раз внешняя отделка. А так он очень долгое время стоял именно без отделки. Здание Кванториума. Камеру иногда переключаю, чтобы можно было увидеть побольше. или что-то можно конкретно приблизить, разглядеть. Пока будем смотреть в таком режиме. Конечно, комментариев много. В интернете читаешь и про трамвайные пути, и про театр. Зачем нам все это нужно? Лучше бы там то построили, другое построили. На мой взгляд, ну, лично мне нравится, что это есть в нашем городе. Пусть это строится и долго, пусть это строится и с какими-то там помехами. Но, тем не менее, когда все это будет, мы забудем всю эту суету и вот будем радоваться тому, что есть. По крайней мере, я про себя точно говорю. Подходим к входной группе музейного комплекса УГМК. Здесь же мы видим здание Уральска, Уральско-горно-металлургической компании. Здание, которое тоже было совсем недавно возведено. Здесь мы видим аистов, которые, кстати, стояли раньше. Вот здесь вот, где я иду, в этом месте. Потом их перенесли сюда. Входная группа в музей. Все это очень красиво, я считаю. Справа ЖК Селен. И вот за ним, как я говорил, там идет строительство ЖК Венеция. Редактор субтитров М.Лосева Голланды. Нас ждали зеленого Человечка Идем, кстати, мы сейчас Идем по Перекрестку, где идет Разветвление дорог То есть здесь у нас Продолжается прямо проспект Успенский А направо можно увидеть Это улица Которая идет параллельно Проспекту Называется улица Кривоусова То есть туда у нас уходит Одностороннее движение Оттуда идет встречное движение Тоже одностороннее Таким образом Построено движение в верхней пушке Дальше, конечно, они и соединяются Эти улицы Вот, насколько это удобно Ну, по мне это неудобно Сколько лет это уже сделали До сих пор неудобно То есть, чтобы попасть в какое-то место Нужно, допустим, объезжать Чуть ли не целый район Вот, таксисты, я точно знаю Все ругаются Я тоже пока не могу к этому привыкнуть Вернее, привык, но Считаю, что это не очень удобно Все равно вот эти односторонние Вот, ну, тем не менее Как есть Мы подходим К парку УГМК И здесь вот такой Небольшой участок Где находится Как сказать Ну, памятник, да Руднику Сейчас увеличим Посмотрим Вот, видно Стоит он С фонарем, если я не ошибаюсь Там рядом вагонетка Камень На камне На камне находится ящерица Такой вот Это у нас, получается Администрация УГМК Да? Управление Если я не ошибаюсь Поправляете меня, если я правильно говорю Парк УГМК Очень интересное место Засажено все деревьями Прямо я вот вижу, когда Деревья вырастут Очень будет там красиво Очень будет хорошо Сейчас там два фонтана Много деревьев Скамеечки Там прогулочные Такие тропинки Очень можно хорошо погулять Дети любят Летом там бегать Когда жара И фонтаны бьют Они все в фонтанах Пауркаются, конечно Вот, это место мне чем нравится Здесь вечером Вот эти фонарики Маленькие Светятся И это очень красиво смотрится Кстати, сейчас смотрите Тоже Такой вид Красивый Осенний Помню, я как-то ходил Здесь с фотоаппаратом Фотографировал Вот эти все здания За мной Потом служба безопасности Выбежала Хотели меня Забрать Но я не дался Так что вот здесь проходная Центральная проходная Заводская Там стоит Такой вот Вон Памятник Гильза Не помню Что он Символизирует Вот Здесь АО Урал Электромедь Здание Давайте приблизим Посмотрим Вот видно Большая Гильза Стоит И вот Такое здание Урал Электромедь А это Заводская Проходная Получается Вот Вот такие автобусы У нас до сих пор Еще ходят Однерочка Видите Кольцевой Это местный Автобус Который ходит У нас по городу Собственно Он символизирует Показывает То В каком состоянии У нас сейчас находится Наш Верхний Пушминский Автотранспорт Я думаю Меня многие Поддержат В этом плане Потому что У нас там К сожалению На сегодняшний день Такой Ну можно сказать Бардак Сейчас мы подходим К техническому университету УГМК Такое тоже Необычное здание Там внутри Стеклянный лифт Видно даже Как он едет Если приблизить И вот видно Памятник Гром Горжемайла О, ничего себе Даже получилось Произнести Без ошибок Без ошибок Здание Необычное Тоже Технический Университет УГМК Город Верхняя Пушма Ну и сейчас Справа от нас Тоже находится Ледовая арена Имени Александра Козирсена Тоже Я считаю Одна из достопримечательностей Нашего города Нравится мне Как выглядит Оно внешне И за ним Находится колесо Обозрения К сожалению Которая не работает Уже Ну не буду врать Не знаю точно Но Больше года Наверное По непонятным причинам Ну хотя Здесь Я считаю Место Совсем Неудачное Для этого колеса Ну и собственно Колесо Если бы оно Было бы большим Реально большим То да Было бы Может еще хорошо Но колесо Маленькое И Особо Спросом Здесь не пользовалось Вот проходим мы Ледовую арену Слева еще раз покажу Университет Ну и мы Продолжаем Двигаться дальше Посей не такой улицы Смотрите Как красиво Да Здесь слева Сейчас видно Стоит забор Но Совсем недавно Здесь было Сэс Его снесли И снесли Тоже вроде В этом году Если я не ошибаюсь То есть видите Как все Здесь Быстро убирается Быстро все строится И Если я не ошибаюсь Здесь будет Строительство Школы Может быть Даже уберут Старую Не знаю Но Ленина Кстати Еще не убрали Ленин Он там у нас стоит Здесь была Музыкальная школа Или художественная Вот я Сейчас могу ошибаться Помню Художественная Вроде школа Была здесь И вот Памятник Ленину Здесь уже Много-много лет В принципе Стоит Никто его Не убирает Сколько он еще Простоит там Неизвестно Памятник Есть Еще совсем Недавно Здесь Сделали Вот такую Доску Подчета Это Гордость Города Обозначены Люди Можно подойти Посмотреть И справа От нас Мы проходим Дворец Культуры Урал Электромедь Город Верхняя Пшма Фасад Дворца Культуры Периодически Меняется Недавно На нем Были Изображения Такие Я их называю Туэровки И на Правой И на Левой части Орел Точно Помню Был Кстати Если не ошибаюсь Тут Ленин Стоял Совсем Давно Когда Давно Давно Да Здесь еще День города Всегда проходил На этой площади Ну а слева Школа Школа Номер Какая 22 Нет Не буду Врать Ладно Там мы видим Бассейн Дворец Спорта УГМК За ДК Также Все Находится Стадион И Совсем Недавно В этом году Опять же Появилась У нас Вот эта улица Открыли Ее По ней Спокойно Можно Выехать На Малебку К лицею Можно Выехать На улицу Гальянова Которая Строится Еще тоже Не открыта Она Будет идти Параллельно В паркспекту Успенскому До конца Верхней Пышмы Вот Ну Я считаю Эту улицу Сделали Очень хорошо Удобно Потому что С той стороны Выезжать Приходилось Всегда Через пожарную Часть По плохой Дороге А здесь Очень удобно Можно Выехать В центр На центральную Улицу Пока Горит Красный Светофор Можно Еще раз Оглядеться Посмотреть Дворец Спорта Ой Дворец Культуры Посмотреть На дворец Спорта Именно Здание Бассейна Перед ним Детская площадка Там Гуляют Мамы С детьми Загорелся Зеленый Мы идем Дальше Кстати Кто не знает Я думаю Даже и такие Наверное Есть Что Проспект Успенский Это Бывшая улица Ленина Раньше Это была Улица Ленина Детская площадка У меня У меня Всегда Такая мысль Проявляется Что Почему бы Нам В Верхней Пышме Не сделать Такую улицу Широкую Длинную Вдоль всего Проспекта Поставить Здесь фонтаны Бронзовые фигуры Как Как Во многих Городах В Екатеринбурге В Челябинске Есть Такие Арбаты Можно сказать Где люди Могут Выходить И гулять С друзьями С детьми Тут Уличные Музыканты Вы знаете По мне Это была бы Классная Идея Вот Именно Вдоль Проспекта Чтобы Можно было Гулять Как То Проводить Интересное Время Но Пока Пока Я не слышал Ничего Подобного Что У нас Такое Будет Делаться Вот Ладно Мы Проходим И Видим Новостройки Так К пешеходному Я не буду Подходить Чтоб Людей Не смущать Водителей Сейчас Выйду На Окраину На Дороги И покажу Вам Что У нас Тут Происходит Это Вот Старую Старую Девятиэтажку Мы видим А здесь Все Двухэтажные Бараки Которые Были Когда-то Здесь Снесли И Вот У нас Выстраиваются Вот такие Большие Жилищные Комплексы Просто Огромные Квадратные И Идет По Первые Этажи Это Магазинчики Кафешки Таким Образом Все Выстраивается Тоже Вот Здесь Вообще Все Изменилось Кардинально Конечно Здравствуйте Здравствуйте Можете Пару слов Сказать Про Верхнюю Пусму Как вам Город Верхняя Пусма Отличная Нравится Конечно Замечательная Просто Замечательная Верхняя Пусма Посмотрите Как она Растет Красота Какая У нас Летом Изумительные Цветочки Цветут То есть Изменения В лучшую Сторону Да Конечно Изменения В лучшую Сторону Спасибо Я тоже Так Считаю Да Еще По окраине Малечечко Да Да Вот видите Со мной Соглашаются Многие Изменения Конечно Идут В лучшую Сторону Я тоже Так Считаю И здесь Мы проходим Славянский Базар Это Ресторан Которым Уже Много Много Лет Он Как был Так И есть Сюда Можно Прийти Отпраздновать Какое-то Событие Провести Банкет Здесь Есть Кулинар Можно Зайти Взять Выпечку Хорошую Вот Идем Дальше Справа Все так же Идут Эти Многоэтажки Слева Старые Пятиэтажные Дома А мы Идем По Арбату По осеннему Такому Красивому Прям Золотая Осень Если кто-то Помнит В этом месте Находился Магазин Книги Много Много Лет Но Совсем Недавно Это Здание Реконструировали Полностью Перестроили И сделали Такое Книжное Пространство Где можно Провести Интересное Время Там Также можно Приобрести Книги Можно прийти Почитать Их Не покупая Да Тут проходят Разные Лекции Беседы На разные Темы Там можно Посидеть Попить кофе Вот Интересное Вместо Если Не Были Обязательно Загляните Вместо 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 кстати название у него называется книги кофе и другие измерения такое здание это не реклама я просто делюсь своими впечатлениями вот перекресток калинина успенский вот такой перекресток вот собственно место вот этих высоток здесь были двухэтажные бараки дома все это снеслось сейчас выстраивается новая верхняя пешма здесь улица калинина куда можно уехать также на молебку где ранее был тепличный комбинат и 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 Да, смотрю, конечно, на картинку в телефоне Понимаю, что мне сегодня с погодой действительно повезло Очень красиво получается По осенним, это красочно Вот слева мы видим магазин подарки Ему тоже очень много лет здесь, этому магазину И, конечно, собственно, ЗАГС ЗАГС, отдел записи актов гражданского состояния Города Верхняя Пышма Сколько людей здесь расписалось Сколько развелось, неизвестно Ну, очень много И здесь видим столовая Тоже много лет эта столовая здесь находится Все так же она есть В этой части город почти не меняется То есть все, что касается проспекта Успенского Здесь дома как стояли, так и стоят Все без изменений Сейчас мы, а тут недалеко Подходим к району гостиница Всегда этот район назывался так Потому что остановка называлась гостиницей И там на самом деле была гостиница Только сейчас гостиницы нет А многие коренные жители так и называют Гостиница Я на гостинице Магазин Тысяча мелочей Все так же, как и ЗАГС Существует Очень много лет Ничего не меняется Работает Радует нас своими мелочами Очень мне нравится, кстати, в этой части города По этой улице, когда есть вот эти пирамидальные тополя Очень красиво всегда это смотрится Прям здорово Засадили бы все центральные улицы ими Мне кажется, было бы очень красиво Вот, собственно, остановка гостиницы 21 автобус Кто знает, как раньше этот автобус назывался Напишите в комментариях Вернее, какая цифра была у него Потому что это По маршруту Ездит по старому Который не 101-й совсем был Перекресток с улицы Мамина Сибиряка По этой улице можно уйти До больницы До центральной почты Города Ну и Подходим К этому зданию Это Здание Я не знаю Сколько лет Если не десятилетий Здание стояло заброшенное Полузаброшенное Совсем недавно начали его делать Дом детского творчества Если не ошибаюсь будет То есть Что там Продолжение следует... 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 это вот такой мини арбат что ли тоже кто долгожитель знает какое здесь раньше было место заброшенное и какой сейчас если из прогулочной дороги есть скамеечки есть лазалки всякие для детей то есть все облагородили сделали помню сколько было возмущение в жителей в интернете когда здесь затеяли работу строительные работы но в итоге мы получили вот ухоженное красивое место и вот вдоль вдоль вешней пышмы вдоль успеха проспекта успенского все так сделать облагородить я думаю было бы очень хорошо мы прошли торговый центр куприд и подходим потихоньку и в городу то есть торговый центр и в и и и и и и и Продолжение следует... 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 проходная здесь же можно пройти сверху номеров ну и все на этом я заканчиваю свою прогулку спасибо всем кто был со мной если вам было интересно ставьте лайки пишите свои комментарии до новых встреч всем пока а